Казахский режиссер попал в Турцию, снимает в Турции. Что ты такого сделал? Ты как вообще режиссер тогда, если у тебя камеры нет? Либо брифует чуть-чуть с меньшими ожиданиями. Казахстан давно умеет снимать, как Турция. Просто у нас цели разные. Ну не порвал Голливуда. Топ-5 среди 100 сериалов. Офигеть, ты красава просто. У наших казахстанских актеров тоже такая возможность была. Всем привет, это видеоблог «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак. Это наш четвертый подкаст в новом сезоне, после небольшого перерыва. У нас в гостях Нургиса Аль-Мурат, режиссер-постановщик. Я тебя знаю как режиссера. Но вообще в Википедии написано, что сценарист и продюсер. Мне больше всего поражает тот факт, что про тебя написано в Википедии. Не так много людей, у которых написано в Википедии. Прямо так, довольно-таки подробно. Я не писал про себя в Википедии, конечно. Я думаю, может, какие-то связи в Википедии есть? Нет, у меня связи никаких нет. Не знаю, откуда появилась информация. Мне тоже недавно просто поэтому скинули по соцсетям, по WhatsApp. И говорят, о, тут в Википедии про тебя пишут. В смысле, в Википедии про меня пишут. Это же не новостной портал, где про меня должны писать. Может быть, информация какая-то есть. Не знаю, может, из-за этого проекта, который мы сняли в Турции, после этого решили, наверное, писать. О нем, да. Ты знаешь, я не удивлюсь, если в нынке язык будет написано как новость. То есть, казахстанский режиссер появился в Википедии. Еще один. Там четвертый. А наших разве нет, что ли? Много кто поможет. Ну, я, наверное, думаю, что те, которые повзрослее просто, наверное. Да, я просто поиски не проводил никакие. Ну, по Википедии, кто у нас есть, кто числится, кто нет. И я вообще не считаю, что... Это же информационный портал. Да, да. Где можно получить информацию про кого-то, про что-то и все. А в целом, ну, это никакое недостижение, считаю. Поэтому, Нургизы, если вы захотите написать, лучше не надо. То есть, не награда какая-то. Я просто к тому, что я часто в работе сталкиваюсь, я когда вбиваю, ну, режиссеров, в том числе актеров. И там как бы, ну, в основном фото, там какие-нибудь там, Брод Кейзет или какие-то такие. А тут раз сразу в Википедии. Так это работает. Слушай, ну, вот и последние сколько уже? Три года, да? Мое личное ощущение такое. Нургиза в городе, Нургиза в Турции, Нургиза снимает исторический сериал. Это года три, наверное, да, уже происходит? Да, все вообще началось с того, что вообще хотели в Казахстане начать сериал про Касымхана исторический. Да, тот самый. Тот самый, да. Хотели, но по неопределенным причинам не получилось. И в тот момент мы познакомились с режиссером-постановщиком сериала «Дирели Шертурул» Курулу Шосман. Сейчас популярные сериалы в Турции, это исторические, рейтинговые. Режиссером-постановщиком и художественным руководителем этого продакшена – это «Митинг Юнайт». Мы здесь с ним часто виделись, часто разговаривали о творчестве, о личном, о многих вещах, в общем. И он видел мои работы. То есть, у меня нет таких, до этого не было исторических работ, и у меня нет полнометражной картины какой-либо, чтобы показать, сказать, вот, мое портфолио. У меня там есть наши обычные сериалы, которые я здесь снимал, он посмотрел, говорит, ой, интересно, прикольно. Я не знаю, от души это он сказал, как сказал, в общем, он так и сказал, интересно, прикольно. Ну, сначала, то есть, изначально планировалось, что будет турецкая команда как бы снимать, или как, то есть, или часть Турции, часть Турции. Нет, нет, такого не было вообще, если касательно Касамхана, то, что мы когда с Митином Гюнаем разговаривали, он говорит, я буду приходить и буду давать направление. А он какой, как шоу-ранер такой. Да, я буду приходить, говорит, вот, вот, сейчас правильно идете, вот здесь вот нужно чуть-чуть вот так вот сделать, и вот так вот буду приходить и помогать. А в целом, то есть, режиссером-постановщиком будешь ты, то есть, он имел в виду меня. Я такой, окей, ну, ответственность была просто гигантская, и, то есть, вот тут вокруг все же говорили, мол, начнется сериал, турки снимают, зачем, у нас что нету своих режиссеров. То есть, свои режиссеры, это я был тогда, да, но даже я, если бы узнали, что там снимает казахстанский режиссер, сказали бы, а чё такое молодой, без опыта, без ничего, зачем его, чё, нету нормальных, дайте нормальных. То есть, у нас же есть такое понятие. Что-нибудь еще сказали бы, да, почему с молодой, почему в очках, почему нет без молодых нормальных. А чё прическа такая странная, вот, чё-нибудь такое. А чё с юга или с севера, или... Да, а кто он вообще, хайру, начнется, да, и вот поэтому, ну, это, конечно, все шутки, но в каждой шутке есть доля правды, в любом случае было бы что-нибудь такое, и в любом случае, это... Придраться всегда есть чему, сколько людей, столько мнений, и вот, в общем, изначально было задумано так. То есть, вообще же, я на всякий случай, Касым Хан, тот, который сейчас снимается, это был сериал, то есть, не фильм. Изначально задумывался как сериал, когда... Ну, такой масштабный сериал, такой исторический. Самый масштабный исторический сериал, который сейчас вот снимаются, практикуются в Турции и в других странах. Сколько серий он может... Если я не ошибаюсь, было изначально задумано 75 серий. Вот, мы с ним познакомились, и я ему как человек понравился, и как это, как, наверное, режиссёр в своей профессии, ему было интересно, потому что мы, когда разговаривали о исторических, там, не знаю, фактах, исторических вещах, он много чему меня учил, и в эту же... Ну, и в ответку, получается, взаимностью я тоже отвечал, и я много чему ему тоже говорил, и ему тоже это нравилось. И вообще беседы у нас проходили всегда очень крутые, очень прикольные такие, и по сей день так же. То есть, мы когда в Турции, у него есть мастерская, примерно такого плана, там, ну, просто атмосфера очень крутая. У него есть, там, не знаю, в своей мастерской, он её так называет мастерская. Там, ну, он смотрит фильмы, читает книги, что-то пишет, и там у него, короче, он с какого года вообще начал снимать, я даже забыл. Ну, про него точно информация есть, но врать не буду, он с малых лет работал в кино. Сначала он был разносчиком чая, у них нету понятия крафт, там есть разносчик чая. То есть, у них же традиция есть, чаевые. И вот он был разносчиком чая, потом, и вот так вот по ступенькам, по ступенькам, да, поднялся, и вот сейчас режиссером-постановщиком. И вот с того момента у него есть хлопушки, например, да, которые вот сохранены. С проектов. Да, с проектов. И вот у него в мастерской мы просто, всегда, когда заходишь, и просто не хочется говорить о бытовухе, хочется говорить о чём-то интересном, познавательном, о чём-то, ну, хочется с него что-то брать каждый раз. А он тоже такой человек, он сидит, молчит, пока ты сам что-нибудь, инициативу какую-то не проявишь, что тебе интересно это, он не будет выдавать, потому что он считает, что зачем грузить человека. Он и так, например, да, в себе он что-то, ну, каждый человек, у него же свои там проблемы, какие-то понятия, и он, говорит, думает вот так вот. А когда ты даёшь, то есть открываешь чуть-чуть дверцу, а там уже поступает информация, ты просто сидишь кайфуешь. И вы, получается, ну, вот решение о том, что ты будешь, это всё-таки была его инициатива, или там казахфильма, или какого-нибудь. Нет, казахфильма отношения никакого не имеет. А, к этому сериалу не имел никакого отношения, да? Которому я уже снял там. Нет, нет, вот именно возвращайся в Касымхан. А, Касымхан, я уже от темы куда-то ушёл, уже я у него в мастерской сижу просто. Ну, как, казахфильм имеет отношения, имел отношения тогда, когда вот планировали снимать. Это было решение вот Митина Гюна, то, что поставить режиссёром-постановщиком. Ну, в любом случае, казахфильм меня тогда никогда не знал, и до сих пор, наверное, меня не знают, кто я такой, и, может, там где-то узнал кто-то. Ну, тогда вот, тот казахфильм, который тогда функционировал и работал, да. Это вообще меня же вызвали туда, как... Туда, в Турцию? Нет, нет, вообще на этот проект. Получается, Анар Жунусова. Да. Мы с ней друг друга тогда знали заочно, сейчас мы очень хорошие друзья. Привет, Анар. Надеюсь, смотрит. Пишет, писала комментарии под некоторые. А, ну, значит, смотрит, ну, смотри. И вот, в общем, такая угроза пошла. Типа, смотри. Анар находит меня. Она по каким-то источникам узнает, что я знаю турецкий язык. Это вообще просто так случилось, что случайно нужен человек, который знает турецкий язык и знает, типа, сферу кино. Да. И кто такой? А, это Нургиса. Она меня знает заочно, звонит, говорит, слушай, привет, как дела? Нужно поехать там в Турцию, бла-бла-бла. А я вот только закончил здесь один проект. Да, какой это был? Это был для телеканала. Нет, нет, телеканала Жбек, это же 1900 какой-то. Нет, там второй же. Нет, это был Шарагам, 18-й год же, Шарагам сериал был для телеканала Казахстан. И вот мы его отсняли, как раз монтажно-покрасочный период, пока мы там ходили, уже расслаблены. И тут звонок поступает, говорит, вот нужно лететь в Турцию срочно. То есть, никакого объяснения, ничего. Я такой, в смысле, в Турцию. Ты знаешь турецкий? Я говорю, ну, знаю. Надо пойти отдохнуть в 58-м отеле. Срочно деньги потратить. Путенка попадает. Да, нужно просто. И вот, в общем, поехал, поехал. Познакомились, да? Не, ну, мне сказали, придешь сюда, тебе объяснят. То есть, сюда, на Казахфильм. Да. Я такой, окей. А тогда у меня, получается, вообще времени не было. Ну, как-то все было расписано так, что, в общем, выехать невозможно, вылететь невозможно. Я сюда прихожу на Казахфильм, и мне говорят, слушай, в общем, тебе нужно срочно лететь. А, пока я туда ехал, на Казахфильм, ну, это было на следующий день, мне сказали отправить паспорт, паспортные данные, копию. Я отправил, и пока, вот, в общем, я туда доехал на следующий день, в 11 часов дня, мне уже купили, оказывается, билет, то есть, без моего соглашения. Я такой, окей, хорошо, перед фактом поставили, говорит, нужно уже лететь. Я говорю, окей, нужно лететь. Вы военнообязанный такой прибор. Да, а мне же сказали, вот, она же сказала, что, мол, туда приедешь в 11 часов, тебе все объяснят, и просто спокойно будет. А я не могу понять, о чем идет речь. Мне говорят, от Казахфильма нужен человек, который знает турецкий язык. Я говорю, ребята, если вам нужен переводчик, то это не я, то есть, у меня профессия не переводчик. У меня есть, да, турецкий язык, это такой язык, который мне, самому, хватает объяснить, там, понять, и все. А так, если пойти, там, что-то про Казахфильм рассказывать, там, не знаю, конспекты, там, еще что-то, лекции какие-то, то это не я, говорю. Если там стоять, там, где-то с микрофончиками переводить, да, это дяденька сказал так, это так. То это, говорю, не я, потому что у меня профессия другая, есть профессия переводчик. Находите таких людей, то есть, я, если я, вы меня ради этого вызвали. Не-не-не, нам нужен человек в сферу кино. То есть, самое прикольное, Анар говорит, что на Казахфильме объяснят, что такое. Казахфильм говорит, там, в Турции тебе объяснят. Так мне никто ничего так и не объяснил, ни в Турции, ни на Казахфильме. Сказали, банковее объяснят. Короче, отсылки какие-то были, непонятно. Ну, то есть, потом все встало на свои места, потом было понятно, что... То есть, это держалось, по-моему, в секрете как-то. Изначально, ну, не знаю, что... Наверное, чтобы людей там не шокировать, потому что, о, Турция, Казахстан, хотят снять сериал. Ну, не знаю, из-за чего. Поначалу в секрете держали, потом уже информация выскочила, и все уже знали, что собираются снимать сериал Турции совместно с Казахстаном. И, в общем, на этом проекте мы хорошо познакомились с Митином Гюнаем, и все. Потом, получается, мы где-то... Вы долго там готовились, да? Да, полтора года где-то, да, где-то такое время. Там и сценарий писался, утверждение костюмов. А кто писал сценарий? Турецкая сторона? Бег Палацчекер вписал наш. Митин Гюнаем сам участвовал тоже в писании сценарий. Ну, там еще много людей было. Я тоже принимал участие на писании сценарий. Полтора года вы готовили, да? Полтора года, то есть, да, не только сценарий, вообще в целом проект. Потому что, ну, сложно же, это две ментальности, и просто их нужно вот как-то упорядочить и сделать так, чтобы поймать взаимосвязь, и чтобы вот эта вот команда смогла сработаться. То есть, мы ходили к ним на площадку, смотрели, как они работают, как пользуются вообще камерой, вообще, что у них происходит на площадке. И сравнивали с нашей площадкой, и то есть, хотели, чтобы их площадка посмотрела на нашу площадку, может, что-то взяло для себя, да, что-то хорошее. А то, что в минусе, дополнить со своей стороны. То есть, вот такие вот работы проводились. А много людей, если их должно было быть в команде съемочной оттуда? Оттуда? Турецких. У нас же все начали паниковать, там, кричать, орать. А, хотят вот приехать сюда турецкая команда и весь казахфильм захватить, и вообще киноиндустрию Казахстана захватить. Нет такого, там ничего такого не планировалось. Там, наверное, максимально было бы, операторская группа, наверное, приехала бы. Наверное. Да. Ну, там конкретики никакой не было, то есть, но не было такого, что сценарий пишет турецкая сторона, приезжает полностью 300 человек там. Да, да, да. Да денег не хватит. Не хватит денег, реально, просто, ну, там 300 человек, это, во-первых, весь самолет нужно выкупить, чтобы они прилетели, да, и всю гостиницу, не знаю, на сколько лет, тем более, это, то есть, люди, которые привыкли к другой, к другому комфорту, не то, что у нас. Ну, они люди еще из такой индустрии, где у них там же бурно все идет, у них такое, там, как у нас один проект, вот, ух, ради него там все. Да, чтобы все лучшие собрались, как Мстители, вот, да, такие все бросаем и едем. Да, 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 и спасаем проект, но там нет такого. То есть, если по вопросу, да, по этому вопросу, то тогда вообще в целом не планировалось там полностью отдавать проект. Но опыт тот используют, потому что они такие вещи уже делали постоянно. Потом Митинг Юнай всегда говорил, что может быть, мы приведем сюда команду, операторскую группу с осветителями вместе сюда в Казахстан. Они поработают месяц вместе с нашими операторами. Пообщаются, узнают, что да как, как у них занимается, что делается вообще, как ускорить процесс. Насчет ускорения тоже поговорим. А потом ставят, потом уедут. Как на рельсы поставят, потом говорят, все, ребята, примерно так делайте, вопросы будут, если что, на звонке по WhatsApp. Разумно, мне кажется. И примерно так планировалось. Но до логического финала даже начало не дошли. Но написаны были все сценарии? Или основная часть? Нет, нет, основная. А, все это 75. 75 невозможно. Но это все равно какой-то сезон или какая-то часть была написана? Первый сезон почти был расписан. Ну, тритмент, по-моему, первого сезона уже готов был. То есть, как начнется первый сезон и как закончится. Ну, и крючок на второй сезон оставался. И, то есть, уже по серии нашли. А потом уже случилось. А что случилось в итоге? Расскажи. Случилось. Я не знаю, что случилось. Ну, решили, что не будут, как бы, это команда снимать, да? И что Касамхан не будет сериалом, да? Не, у нас же как? Мы сидели в Стамбуле, писали сценарий. Где ты был, когда это узнал? Это, знаешь, как 11 сентября. Где ты был 11 сентября? Нет, все же началось с того. Я сейчас начало хочу рассказать. Мы сидим, пишем сценарий, потом... То есть, например, Митинг Юнай, он как делал? Он приходит утром, например, он идет на площадку этого, Османа, а там два юнита. Он посещает первый юнит, смотрит, там нормально, нормально, там чайку попьет, покурит, пойдет на второй юнит, там то же самое сделает. Потом говорит, ребята, я поехал. И приезжает к нам. Садится с нами и начинаем там говорить о сценарии, писать сценарии, обсуждать. Вот эти дела где-то длятся, там, не знаю, часов 6-7. И сидим вот так вот до вечера. Потом он уходит. То есть, точно не помню, какое число, но в новостях это число точно есть. Сейчас скажу, почему. И как-то вечером он говорит, все, я ухожу, ребята. Вам, говорит, удачи, завтра увидимся. Я примерно, говорит, там в 11-12 часов приду. И он только выходит, и тут... С поста ушел Ельбаса. Все кричат. Да, понятно. Все такие, что, 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 да ладно, это отман. Не-не-не, включайте, там же телеков нет. Мы такие, интернет, давай, быстро-быстро. Включаем, он говорит, вот, в общем, уважаемые казахстанцы, вот так, вот так. Я не помню это какое число. Это летом было. Он говорит, вот так вот. И, то есть, а митинг Юнай с Ельбаса встречался где-то трижды, по-моему. Именно касательно этого проекта. И вот мы уже тогда уже подумали, что, ну, мы, конечно, юморили, там говорили, типа, ну, кто придет, кто придет. Хасам Жомар Тухаев. А, Хасам, ну, Хасам Хан. Нормально, типа, продолжится. Может быть, даже поменять название. Да, продолжится. Но, но... Не, ну, Хасам Хан продолжается сейчас. Ну, не продолжается, это вообще снимается, так скажем, да, как полнометражный фильм. Ну, тогда вы думали, вот, судьба проекта где-то вот... Ну, мы думали, что будет пауза какая-то, чтобы, ну, в любом случае, смена власти, и там и министр культуры поменялся, потом еще и правительство казахфильма тоже поменялось. Правительство, правильно, да, я сказал? Руководство. Руководство. Правительство. Ну, сейчас руководство казахфильма напоминает правительство. Да. Там такие есть вице-президенты, президенты. Я не знаю насчет казахфильма, ничего не могу сказать. Это вот первый, и пока на сегодняшний день последний мой опыт на казахфильме. Это вот Касымхан. Я пришел. А сколько до этого времени ты уже в Турции работал над проектом? Ты же в Турции или ты туда-сюда ездил? Во время Касымхана? Ну, да, до этого момента, то есть... Во время Касымхана мы ездили туда-сюда. А, туда-сюда ездили. То есть, да, мы там, например, можем находиться две недели. И митинги, он вызывает, говорит, ребята, нам нужно сделать это, 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 это. Мы приходим, и, то есть, решается вопрос, улетаем, возвращаемся. Здесь, говорим, мы сделали вот это, а потом вот это. Он сказал сделать так, так, так. Он хочет вот это, вот это, вот это. Ну, то есть, мы как, в общем, паслы туда-сюда летали, бегали и работали. Хорошо. И что после этого, после этого пауза, да? Вы думаете, что пауза? Ужас. После этого ужас. Короче, то есть, у нас же не постоянная работа. Ну, у режиссеров мы чисто от проекта до проекта живем. Если есть проект, ты работаешь, там, зарабатываешь, и, то есть, какие-то планы строишь. Рассчитываешь свой бюджет, допустим, на это, на то, на то, а потом начнется вот это, оттуда возьму это, это. То есть, как-то, ну, у себя делаешь планы. А я-то уже полтора года нахожусь на «Казахфильме», нахожусь на сериале «Касымхан» под названием. И я получил заработную плату. И эта заработная плата меня не устраивала, потому что, ну, реально, ну, там не так много, там средняя заработная плата. Ну, сколько это, как один менеджер получает в банке что-то вроде этого, тысяча долларов? Нет, тысячи не было. А, окей. Тысячи не было. То есть, я должен был отказываться от всех проектов, которые мне приходили. Я должен был говорить, что я занят. Я сейчас работаю на… Я помню, ты отказывался. Я предлагал тебе твоих. Вот, я не вру. Я отказывался от проектов, от всех проектов. И, то есть, уже многие люди просто поставили на меня крест не так, чтобы там он не умеет работать, а то, что по-любому он занят, пока бесполезно к нему звонить. И все. То есть, ко мне никто потом уже не стал звонить где-то, ну, через год точно. Ну, то есть, а какая должна была система? Вот зарплата, пока ты готовишься, а потом какой-то отдельный гонорар за фильм, да? За проект, да, уже потом? По идее. Ну, должно было быть так. Есть, оказывается, на казахфильме понятие постановочные. Да. Постановочные. Это, то есть, это когда мы утверждаем костюмы, пишем сценарий. Это все, например, отдельная работа. Тем более, я там работал, как еще и переводчик. То есть, я там с турецкого каждый раз переводил все, что говорит Митинг Юнай, все, что говорит. Когда он разговаривает с руководством казахфильма, когда он разговаривает с министром культуры, всегда я находился рядом. И, то есть, и как режиссер-постановщик с Казахстана тоже свои мысли говорил, и то, что он говорит, то есть, непосредственно вот так вот. Вот такая работа проводилась, и за это мне платили заработную плату. И, то есть, когда я приходил и говорил, ребята, мне реально денег не хватает. Ну, всем не хватает денег, но мне тогда реально не хватало денег, потому что, ну, я привык, там, заработал иную сумму, и ты ее сам распределяешь, свой бюджет, сам распределяешь, а там я завишу от того, когда поступит заработная плата, и я должен просто существовать и, то есть, жду, пока поступит заработная плата. Поступил, а, давай быстренько сделаем это, сделаем то. И, то есть, вот эти вот обстоятельства заставили меня, короче, думать уже совсем по-другому. То есть, я привык, например, так, мне нужно было уже адаптироваться и думать совсем по-другому. И, в общем, вот. А вот за все проделанное, за полтора года, за все проделанное работу должны были оплатить постановочные, как режиссеры-постановщики. Да, это отдельный гонорар идет. Мне сказали, денег нет, до свидания. Просто сказали, до свидания, денег нет. В такой смысле, я же работал. Нету, и все. Прикольно. Очень прикольно. Да, ну, не прикольно. Очень прикольно, да. Когда вот думаешь, блин, денег нет, а мне что делать? Я же... А я реально вообще просто... Ну, то есть, проекта уже тоже нету, да? Это тебе одновременно сообщили о том, что и проекта не будет? Нет, нет, нет. Проект тянули до конца. То есть, вот сейчас подумаем, сейчас это, сейчас то, пока напишите-ка это. Это... Вот я ненавижу эту бумажную бюрократию, когда... А, там еще хитрость такая была. Вот в частными компаниями, когда мы работаем, например, там в договоре пишут режиссер Нургуса Аль-Мурат, та-та-та-та-та-там, и пошло-поехало. Да, вот он должен это, не должен вот это, сумма такая, если сделает вот это. И ты расписываешься, говоришь, окей. И продюсер говорит, окей. И все, на этом закрывается. Казахфильм, оказывается, со мной заключили договор, пишут тоже режиссер Нургуса Аль-Мурат, та-та-там-па-пам-па-пам. Потом, когда я спросил, говорю, а я хочу получить свои постановочные, хотя бы часть, потому что голодаем. Они мне сказали, в договоре написано режиссер. Я говорю, а как надо писать? А нужно, говорит, режиссер-постановщик. А, постановочный получает постановщик, да? Режиссерский типов. Логично же, ну я же дурак, подошел, полтора года работал, да? То есть, все, Касамхан убрали. Это мне нужно было, значит, ко всем продюсерам звонить, говорить, а вот Касамхан убрали, а у вас есть проект? То есть, как это должно было быть? Ну и не напишут же в новостях. А Касамхан не будут снимать, так что Нургиса свободен. Да, тем более, кто такой Нургиса, чтобы про него писать, что он свободен? И вот у меня вообще просто жесткий кризис был. И финансовый, и психологический. И я просто думал, как я попал в эту ситуацию. Я понимал, что в подсознании, что я попал в эту ситуацию, люди попадают в ситуацию похуже, выбираются. И я понимал, что нужно что-то делать, выбираться. Ну, просто жестяк такой пошел. И, короче, в феврале 5-го позвонил, короче, в митинг Юнай. Какого года? В 19-го. Позвонил в феврале 5-го. Тогда, короче, этой пандемии нету. Только съели летучую мышь. Только съели. Она еще не переварилась, короче. Да, параллельно показываем китайский рынок в городе Ухань. И только-только какой-то китайский. Двумя палочками. Да, и тебе звонок. И ты трут, и я такой... И такой сплитый храм, короче. Сейчас что-то будет, да, сейчас что-то будет. Поступает звонок, и это звонок от Митина Геннадия. Он спрашивает, мол, как дела? Здорово? Я такой, отлично, все круто, вида не подавая. Ну, что я ему скажу? Да голодаем тут плохо, у нас в государстве все плохо, что ли? Не получится так. Ну, и в то же время я старался показывать то, что у нас... Ну, реально у нас все круто и хорошо, по идее. И в кино каждый раз говорят же, типа, а, не умеют снимать, не умеют снимать. Да просто умеют все снимать. Просто не умеют давать четкие задачи. Да. И про это тоже поговорим. В общем, поступил звонок. Поступил звонок, говорит, как дела, бла-бла-бла. Я такой, все хорошо, все отлично. Вы как? Он говорит, прикольно, все хорошо. Слушай, говорит, я тебе сейчас отправлю один тизер. Ты, говорит, его посмотри. И как посмотришь, позвонишь ко мне и скажешь свое мнение. Говорю, окей. Ну, отправил по WhatsApp, я посмотрел. Видео, да? Ссылку на видео. Да, тизер какой-то, готовый тизер какого-то исторического сериала, либо фильма. Ну, я тогда не понимал, что это. Ну, он такой худо-бедно был снятый. Такой, ну, такой прям не очень хороший. Как будто в 2D прям. Просто не меняя мизансы. И там, я до сих пор помню, есть общий план. И там главный герой берет, кажется, одного врага убивает. Главного врага, да? Шаукана, кажется. Да. И тут стоит односельчание вот так вот. Где-то человек 20. Это массовки, да? Которые, наверное, получали. Ну, я так просто расскажу. Да, да, да. Тумаков получали от этого вот Шаукана, да, вот. Условно будем говорить. Они такие радостные, выходят все. И вот как армейское фото, они вот такую мизансену встают. Все такие благодарят его. Это как в театре, да? Да, они вот так вот стоят. Даже в театре используют там вот шахматное расположение. Хотя бы, чтобы дать перспективу какую-то. А там нет. Прямо вот так вот поставили всех на линии. И они все такие спасибо, спасибо, спасибо. Но это мне было смешно. И сначала я подумал, что это его работа. Не, ну, не то, что подумал. Чикаплик на тебя поводит. Да. Я к нему позвонил. И первый вопрос, что я спросил, это типа... Кто это делал? Вы снимали. Я так аккуратно спросил. Он говорит, не-не-не, это не моя работа. Ты просто, говорит, давай говори все, что думаешь. Вообще, говорит, не переживай. Это не моя работа. Я слышу, что он ставит громкоговоритель. Потому что я себя эхом слушаю. И начинается, короче. Давай рассказывай. Ну, я начинаю рассказывать. Рассказал все то, что я думаю про этот тизер. И он послушал. Потом говорит, а если мы тебе завтра возьмем билеты, прилетишь в Турцию на неделю? В Стамбул. А мне же делать нечего. Я же просто лежу. И я такой, да, прилетишь. Тем более в феврале. В феврале. Тем более после Хазмхана. Да, да, да. Тем более в кризис. Да, да, да. А в это время этот в Ухане жует. А этот есть в Ухане. Такое уже что-то... У него, короче, температура аккуратно поднимается. Походу. Я говорю, окей, я прилечу. У меня, кстати, этот билет до сих пор есть. 6 февраля. То есть, авиабилет. Такой уже оторван. Турецкие авиалинии. Turkish Airlines. Я его специально сохранил. Ну, это такой билет. Да. Который... Счастливый билет. Наверное. Ну, тогда было непонятно. Да. И мне же сказали на неделю. Ну, на неделю человек что с собой берет там. Да. Пару майк, пару труселей там. В рюкзачок и маленький чемоданчик. Да. И все туда закинул. И думаешь, ну, на недельку поеду. Полечу. И полетел. В первый же день я пришел на площадку. Там, где снимали «Осман». Было холодно. Я сидел там. «Ой, давайте чайку попьем поговорим». Там какие-то сценаристы пришли. А у меня тогда турецкий был такой. Ну, я понимал его, но нужно было говорить чуть-чуть не спеша, чтобы я его точно понял. Прям хорошо понял. А когда они начинают говорить там быстро, я некоторые моменты улавливал чуть позже. Да, да. Потом бывало такое, что мне задают вопрос, я сидел пару секунд, пока мой мозг это переварит, сделает из него что-то и придумает ответ. И оно придет сюда, и я скажу, короче, на это уходило время. Да. И они долго ждали моего ответа. Вот такой. Вопросы, пауза, и я такой сижу. А, все. То есть, тогда с турецким было чуть-чуть сложновато. Они посидели, поговорили, потом говорят, завтра будет собрание. Ребята-сценаристы, которые сидели, ну что, ребята, там взрослые мужики, лет по 50, по 60, наверное. Они встали, ушли, и я до сих пор сижу на площадке. Ну, на чужой площадке, за плейбэком, где работают люди. Я не люблю, когда без дела тоже приходят на плейбэк, незнакомые люди сидят просто. Думаешь, ну кто это, и почему он за плейбэком сидит? Думаешь, ну, и мне уже неудобно. Я говорю, давайте я, наверное, уже... А куда я пойду? Что я скажу? Ну, то есть, у меня же там дома ничего нету. Типа, а давайте я уже пойду. В Казахстан. Что-то из Казахстана захотелось. Площадка их, вот декорации, находится в 50 километрах от Стамбула, то есть, от центра. Да. То есть, туда автобусы не идут, эти тоже не идут. Метро, корабли, не знаю. Местолеты, наверное. Да, да. И, в общем, там у них есть развозка. То есть, развозка всегда, развозить своих сотрудников. И, в общем, мне потом дали... Ну, митинг, но я понял, что я уже себя дискомфортно чувствую. Я говорю, я, наверное, уже... Он говорит, сейчас подожди, говорит, полчаса. Я говорю, хорошо. Он кому-то сказал там, эй, подготовьте вот это, вот это, вот это, и принесите. И они ушли, говорит, сейчас кое-что принесут, и подожди. Хорошо? И мне принесли вот такой вот кипу бумаг А4, да? Это пять серий сценария. Одна серия, 74 страницы где-то. Офигеть. И мне сказали, завтра будет собрание. Все на турецком, исторически. Да, 74, эта серия у них сколько? Ну, я не знаю. В 20 часах? Ну, про это сейчас, про это будем же говорить сейчас. У них какие серии, как они снимают. Вот. Пять серий по 74 странице сценария. Вот так вот, да? На турецком. Да, с корошевателем, там все готово. Там все прям красиво делается. Да, все для... Не, ну, меня даже удивило то, что я вот только пришел. Да, уже было бы. Они мои паспортные данные взяли, и вот вводяным знаком мое имя и фамилия написано. На каждой странице. То есть, ребята меня абсолютно не знают. Он говорит, вот ему дайте сценарий. Они такие посмотрели паспортные данные. Норгисуаль Мурат. Норгисуаль Мурат написали. И вводяным знаком на всей вот странице. По всем странице. Да, да, да. То есть, это мой сценарий, которым я только буду работать. Здесь, когда мы работали, я даже вот всегда ставил смайлики на каждую страницу, чтобы... Ну, бывает, на площадке ходишь, где ты там потеряешь, и потом, где мой сценарий, где мой сценарий? А у всех же один сценарий. А это мой? Это мой. Чтобы такого не было. У меня смайлики всегда были. А там прям мое имя видит. О, сервис. Ну, они, наверное, еще чтобы вот эти, как сказать, утечка, да, чтобы... Да, утечка. Там сразу снизу пишется... Ваджи на пилотах такой тоже, кому выдали, кому пилот показали, да. Там ниже сценарий, мелким шрифтом пишется, что ты не имеешь права его возглашать, копировать, либо еще что-то, это караться сюда, то есть, да. И это тебе принадлежит. И мне сказали, пять серий прочитать, завтра подготовиться к собрании, сделать анализ, короче. Я же не скажу, нет, я не буду. А ты как бы и читаешь тоже на турецком? Да, читаю, пишу. Ты тоже не всегда все одинаково. Я еще на арабском читаю, пишу. А, окей. Да, прикольно, да. Телесистория, как тебе позволять? Я, наверное, скоро в Каир, в Катар пойду снимать, наверное, скорее всего. Посмотрим. Тебе дали этот тамуд? Да, я это все забираю, ну, и мне дают гостиницу. И я в этой гостинице, я же рассказывал до этого, что у меня турецкий был слабый. То есть, гугл-переводчик, сценарий. Гугл-переводчик, сценарий. Я так читал сценарий. То есть, идешь-идешь, хорошо, и тут, бам, одна фраза. Но это же исторически, и думаешь. А, сейчас найду. И начинаешь искать, искать. Находишь, возвращаешься. О чем же была речь? А этот кто был? И персонажи много еще. Имена незнакомые вообще. И я прочитал и проанализировал полторы серии за всю ночь. То есть, нужно было еще чуть-чуть поспать, чтобы я еще прилетел. Только если бы еще я и не выспался, и пришел на собрание, и сидел бы никакой, и говорил бы... Классная киношка. И Тизио был замечательный. Одобряю тебя. Снимаете. Поздно я. Сказали бы, вот этот точно неадекватный. Да. Поздно я к долгам улетел. И тут я взял все эти все серии, пять, и возвращаюсь обратно в эту площадку. Ну, утром за мной машина заехала. Мы приехали. Собрание началось. Там в 11 часов мы сидели, пили чай и разговаривали. То есть, я не разговаривал, они разговаривали. Там был ген-продюсер, художественный руководитель и художественный режиссер-постановщик. Сценаристы сидели. И, по-моему, был художник-постановщик тоже был, по-моему. И я сидел там. Ну, самый молодой я там был. Самый не турок ты тоже был. Да. Вообще не турок. Не совсем турок, так скажем. А то придрутся все историки и скажут, все мы тюрки. Что же такое сказал в этом подкасте? И, в общем, сидели они, разговаривали очень быстро. Я просто вот так вот сидел, как будто за пинг-понгом наблюдал. Просто кто что скажет, так и переваривался. Сидел они и шутили, и что-то говорили. Ну, все проходило налегке. То есть, напрягания у кого-то не было. То есть, типа, будем снимать сериал, такого не было. У нас большая ответственность историческая. Да, да, да. Я просто пытался просто поймать именно вот. И я думал, сейчас по-любому скажут, что ты думаешь? Что я скажу? Если я это так скажу, это так, это так. Короче, я переводил все дела. Еще пытался их понять, о чем идет речь. И это очень сложно было, по идее. Потом, в общем, потом, потом, потом. Мне сказали... Но это сценарий был про какие-то турецкие исторические события или что там? Нет, это вот как раз таки про... А, все, понял. Хорошо, расскажем. Хорезм Шах. Да, Хорезм Шах. Шах Хорезмский. Вот, про него история была. И она была, ну, не совсем удачная. Ну, то есть, написано вот... Это, по-моему, был драфт где-то... На турецком он написан? Да, на турецком где-то драфт, по-моему, где-то пятый был уже. У меня в руках был где-то пятый, либо четвертый. И он еще менялся потом после этого. Потом я начал, короче, свое мнение говорить. То есть, мне сказали, типа, а теперь молодой из Казахстана, ты скажи, что ты думаешь? Ну, я такой, ну, вот так, вот так, вот так, так. То есть, я прямо вот здесь вот расписал. Здесь, если у меня сценарий расписан, а здесь пустая страница. Ну, то есть, пустота, где можно свои эти писать комменты, заметки. У меня, я в первую очередь сказал то, что я прочитал полторы серии. За полторы серии я смог сделать вот-вот-вот. И вот прошелся по всем страницам. Где-то вот на половине первой серии, когда я начал говорить, там, вот так, вот так, вот так. Я еще просто голову не поднимал. Я даже за реакциями не следил, что они думают, не думают. Я думаю, что вот это, вот это, вот это, вот это. А еще вот это, вот это. Вот так вот сидел и рассказывал, короче. Они, походу, послушали. Потом остановили меня. Говорят, остановись. Сейчас начнется спор. Ты вообще что делаешь? Я такой, в смысле, что делаешь? Давай, говорит, ты месяц давай здесь побудешь. Месяц, в принципе, ну что, у меня там ни проекта, ничего нет. Окей, говорю, я побуду здесь месяц. Ну, как раз над сценарием поработаем, пообщаемся. Ну, ты уже понимал как-то, о чем, ну, какая-то, может, перспектива? Я думал, что просто меня вызвали как консультанта. А, ну, типа из этого региона, да? Да, да, да. Центральная Азия. С этой географии, да. То есть, у нас там традиции. Казахстан, вы все оттуда. Да, да, да. Схожесть есть. И, то есть, поэтому, я думаю, меня позвали. И я такой, думаю, ну, как проконсультировать и дать направление по сценарию. Да. Такое, ну, да, я говорю, в принципе, я могу остаться. Ну, такие вещи начало говорить. Просто резко, вот, реально, как снег на оглу. И будешь, короче, постановщиком этого проекта. Классно. Итак, подожди, я говорю, ну, я пошел, подожди, еще постановщиком будешь там. Что вы сказали? Невозможево. А ты такой, режиссером-постановщиком? В контракте будет постановщик? Потому что я знаю, да, да, да. Что я о Тимаше знаю. Я уже один раз прошел через это. Да, да. Мы же все тюрки. Что? Они говорят, да, ты будешь режиссером-постановщиком. Офигеть. Прямо в этот же день? Да, в этот же день. После вот этих твоих анализов полсерии? Да, седьмое. Не, я там не скажу, что я там вышел и какой расклад прям дал, что они все-таки, ах, не было такого. То есть, я не говорю так, что было такое, что я такое раскладал. Нет. Ну, просто мы прям поработали, поговорили и мне сказали, вот давай ты будешь снимать. Тем более, митинг Юнай, он изначально уже, оказывается, планировал так. Да, да, понятно, что это не может быть что-то. Да, много чего мы с ним прошли и много где, вот, можно сказать, проект сделали. То есть, даже мы не отсняли его. Да, понятно. Но, находясь полтора года вместе, мы поняли, что мы можем в ансамбле работать, что понимаем друг друга. Я понимаю, что он хочет, он понимает мои возможности. И он смело говорит, давайте вызовем этого чувака. Да. Пусть он приедет, вы сами посмотрите на него. Если коллегиально скажете «Окей», то тогда «Окей». А так, пока не будем там говорить, искать что-то здесь. А до этого, оказывается, до меня снимал там, ну, должен был снимать другой турецкий режиссер. Турецкий? Турецкий режиссер. Это его тизер был, кстати. Я смотрел, я его имя не помню. Слушай, ну, а то есть, они изначально могли поставить турецкого режиссера? То есть, они не искали там с Узбекистана или с какого-то этого региона? Да, да. Да? Окей. Нет, я просто не знаю изначально, какая договоренность у них была именно по этому проекту. То есть, турецкая страна и узбекистанская страна. Я не знаю, не то что не помню. Не знал. Я вот пришел, мне сказали, был какой-то режиссер. Его убрали, ты пришел. О, прекрасно. А, вот тогда Витимитин и позвонил, по сути, да? Да, а там уже актеры утверждены. А, да, там уже такое все. Костюмы уже начали аккуратно мерить. Да. И я, получается, пришел не то что на полпути, на полпути подготовительного, наверное, проекта. На четверть пути вот так вот пришел. Слушай, ну давай, чтобы как бы тоже, чтобы зрители тоже понимали. То есть, этот проект был узбекистанский, такой же, как, в принципе, ваш тот, Казахстан первый, только это был узбекистанский, узбекистанский, турецкий. Заказ Узбекистана. Да, на узбекском языке, да? Снимали мы на турецком. А, снимали. Сейчас скажу хорошую вещь. Вот, когда пытался, то есть, пытались сделать Касымхана, да, Митинг Юнай, хотел вот сделать так, чтобы и актеры туда ездили, обмен опытом, и сюда приезжали турецкие актеры. То есть, это было бы и для ребят, которые работают в кино именно вот за кадром, и для них тоже была бы, то есть, одна версия такая, которая легонько уже открылась, да, чтобы посмотреть эту индустрию именно того, той страны. Сейчас тому доказательство, например, когда сказали, что будем снимать на турецком этот сериал, хотя заказывает сторона Узбекистана, все актеры говорили, ну, блин, давайте все-таки на узбекском, нам так легче. Ну, реально, ну, допустим... А это узбекский актер. Мне сейчас на немецком что-то дадут, скажут, давай немецкого офицера будешь играть. На немецком мне будет сложно, потому что я же не понимаю, о чем я говорю, и, типа, я буду изображать что-то. Я строгий офицер, который... А если я это на русском, либо на казахском буду говорить, я буду понимать, о чем я говорю, и где ставить акценты, что да как. У меня первое образование актерское. Я четыре года учился на актерском, потом режиссуру. И вот изначально были такие эти претензии, мол, давайте на узбекском снимать. Я тоже одобрял, говорил, давайте снимать на узбекском, потому что сложно будет. Я их понимаю, говорю, это сложно. А Митин Геннайк сказал, нет, давайте на турецком. Он такой, зачем вы же останавливаете процесс, это же сложно. Ну, это уже опять-таки опыт, он говорит о том, что у него большой опыт. Он говорит, нет, на турецком и все. А потом я понял, что вот ребята сейчас уже освоили турецкий язык, они смело могут приезжать в Турцию и там сниматься. Это новая возможность. Да, то есть и этот сериал же прокрутили на АТВ, это турецкий канал. Это не последний канал, а самый такой тоже ведущий канал. И там показали этих актеров. И их портфолио уже там есть. То есть они теперь могут смело приходить. То есть они сделали пенсию. То есть у наших казахстанских актеров тоже такая возможность была. И вот. Ну и вообще на крупном рынке показать такой хороший продукт, это тоже, ну даже если не брать с точки зрения актеров, а вообще просто чтобы не показать, это все внутри у нас в стране как бы. А потом это прикольно, да. Да, да. И вот, в общем. Вот, и тебя назначили постановщиком, да? Ну мне пришлось вот со всеми познакомиться. И ты уже сходу, получается, начал подготовительно въезжать. Да. Да, и сходу ему начали прям с... И когда я пришел, был залит только фундамент сарая, декорации, где мы снимали. Фундамент был залит. Ну и такие легенькие скелетики были. И вот мы уже над чертежами работали, над костюмами, что, как должно быть, над образами поработали. Ну слушай, ну тебе вот эта подготовка к Асымхану, получается, она пригодилась же, наверное, в этом проекте. Мне все пригодилось. Потому что, наверное, ты бы сходу на тот момент, вот из наших сериалов, сходу бы въехать в такой проект, это было бы, наверное, нелегко, я думаю, да? Ну тем более в середине подготовительного. Нет, там совсем другое было. То есть, да. Касымхан, это вот... Я в любом случае на Касымхане думал по-казахски, можно сказать. По-казахстански. По-нашему. Потому что мы находились на казахфильме. Тут были все наши люди, которых, ну, некоторых я знал, некоторых не знаю. Скажи, позадите. Ознакомился. А там же вот опять-таки ментальность, другие люди абсолютно... По идее, все турки, только ты один, да? Да, то есть я ноль, я никого не знаю. Я абсолютно никого не знаю. И я, получается, просто как будто в сферу только вхожу. Ну, у тебя вот так нейроны, наверное, там бешеные. Да, и допустим, нет такого, что... Ну, брат, помнишь вот это, вот это? Нет такого. То есть не скажешь никому, помнишь вот это? Что помнишь? Кого помнишь? Ты о чем? Да, о чем ты говоришь. Почему так медленно? Все нужно было говорить. Давайте сделаем так, 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 потому что так, 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 наверное, будет интересно. Или вы как думаете? И вот так все каждый раз обсуждалось. Ну, а у нас, так как мы уже привыкшие к друг другу, ну, мы же понимаем, что мы в одной стране живем. Да, да, иногда даже два слова там понятно. Там даже просто жест один, типа, и все, понятно, поняли друг друга. А там к этому нужно было прийти, то есть это нужно было еще между всей группой это создать же заново, допустим, да, там, чтобы обратиться к кому-то, там, брат, вот так вот. Либо смотришь и видишь там операторный такой, что поверни камеру. Ну, до этого нужно дойти. Пока между нами была очень большая субординация. То есть, тем более я молодой, я капец, ну, вы же знаете, у нас, например, у турков, даже если парню там 25 лет, он будет выглядеть там, не знаю, на 35, на 40. Ну, потом, что у них генетика такая. Я не говорю, что они старые. У казахов, если вот ты худой, то ты молодо выглядишь, говоришь. Да, я... Если ты толстый, то уже мой старший. Я когда говорил, что, ну, мне сейчас 33. Да. У нас недавно вот одна встреча была, ну, с одним человеком. Меня спросили, типа, тебе 25? Ну, говорю, спасибо, но мне 33. Прикольно, прикольно. Ну, если вот эти вот бородку и волосы чисто по-школьному сделать, то тогда, да, на 25, наверное, буду выглядеть. И сложно же там, да, вот рынок, который сейчас находится на третьем месте по производству сериалов. Да. Приходит пацанчик с Казахстана, да, вот молодой. И он говорит, вот он будет постановщиком, и у него что-то спрашивать. Все-таки это тоже, им тоже перешагнуть это было сложно. Да, конечно. Типа, а кто он такой? А что он сделает? Чем он нас научит? Да я не пришел туда никому ничего учить. И так они все знают, все умеют, все делают. Просто мы пришли делать совместно что-то. Вот пришли и делали, и сделали вроде. Так расскажи, у них какой формат, и как они снимают? Там потому что периодически мне вот за все это время что-то, по-моему, даже в разговоре с тобой, что-то такое, какая-то особенная технология, что-то там, павильоны. Снимается это сразу серия в реальном времени, там, только посерийно. Расскажи, как это делается? «Осман» снимается в неделю одна серия, серия длится по хронометражу 2 часа 10 минут. В неделю снимают одну серию, 2 юнита. Это вот когда у меня спрашивают, а вы сколько за день снимаете, там, не знаю, полезного материала? Сколько минут, сколько, там, не знаю, сцен? Я только вот так вот уже начал отвечать, потому что они в неделю снимают, вот 2 часа 10 минут. Это исторически, это со всеми костюмами, со всеми... Да, 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 да. Но это что, очень много павильона? Ну, они же к этому пришли, они уже 7 или 8 лет снимают. До этого «Дирлиш Эртурил» был, сейчас «Корлыш Осман». Но не только этот продакшн так снимает. У них такая система, то есть в неделю одну серию как свежие пирожки выпускать. Допустим, 6 дней группа работает, параллельно делается монтаж музыки, монтажно-покрасочный, все это и колористика, все делается, делается, делается. На финальный день все посмотрели, увидели, косяков нет, все хорошо, все отлично, в эфир отдаем, на канал отдают. Там, короче, конвейеры не останавливаются. Да, но это как телевизионное шоу, да, по сути, то, что вот в Америке рассказывают. То есть, серия – это вот как одна программа, только другое дело, что вместо этого стоит историческое кино. Там современные сериалы тоже самое сейчас так снимаются. И они еще смотрят по ходу... Современные рейтинговые сериалы, которые вот, хорошие рейтинговые, они прям так же снимаются. И зрители знают, что выйдет новая серия, и это свежая серия, которая вот вчера снималась, сегодня вот им дали посмотреть. Офигеть. Но это же тоже вызывает какой-то интерес. Конечно. Что интересно они наснимали? Допустим, Стамбул, он большой, и, допустим, ты проезжал там по Стамбулу и увидел, где-то идут съемки твоего любимого сериала. Ты думаешь, а здесь снимали что ли? Сейчас дождусь-ка недели, конца недели, там, не знаю, среды, и увижу. И ты такой, а, вижу, я оттуда проезжал. Ну и у продюсеров, получается, тоже есть возможность хотя бы в каком-то шаге что-то подправлять, что-то менять, исходя из того, как это выходит в эфир, да, получается? Да, 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 там по рейтингам проблем нету. Потому что там даже сейчас мы можем открыть, то есть рейтинги там турецких программ, сериалов, сейчас отсюда в интернете открыть и посмотреть. Кто, во сколько, что, какую долю, какие рейтинги сделал, и можно смело посмотреть. А Митинг Юной рассказывал то, что мы отслеживаем вот так вот, говорит, вот у нас 2 часа 10 минут, мы знаем то, что где-то там заходит реклама там на 10 минут, на 7 минут, на 15 минут. Ну, это же портит по-любому сетку именно самого чистого материала. И мы, говорит, следим, где мы теряем зрителя. Смотрим там 45-я минута. Окей, 45-я минута сериала. Открываем, смотрим, два друга общаются. Знаете, ребятам, то есть нашим зрителям, не нравится, как они вдвоем просто общаются. Давайте попробуем добавить экшена, чтобы они там... Поссорились, либо подрались, либо с врагами встретились. Либо женская какая-то беседа, бам, рейтики упали. А значит, это неинтересно. Давайте вернемся. И вот так вот они прям корректируют все это. То есть ваш сериал тоже был в таком формате? Нет, наш сериал был в нашем формате. Мы все отсняли, а потом... А, весь? 13 серий где-то по 70-80 минут. 13 серий. И мы могли бы сделать так, если... Ну, сказали бы, что давайте вот мы эфирное время, каждую неделю выпускайте одну серию. Ну, вы сдавали целый сериал, условно говоря, как картинка. Но мы в этом же режиме попробовали поработать, и я считаю, что это интересно. То есть я, например, снимаю, я на площадке снимаю, мне на WhatsApp приходит, прыг, вчерашние сцены, которые я отснял. Ну, вот смотри, а если брать, например, вот твой, я не знаю, какой он называется, ну, вызывной, да, по-нашему, у тебя в смене стоят сцены только из одной серии, или там все-таки... У меня в разброс был. Ну, и ты один был, один снимал этот весь сериал. После ТГУ до этого два юнита. Я один снимал, один юнит был, я один снимал. Да. И вот тогда у меня тоже спросили, типа, а, мы в новостях прочитали, да, то, что казахстанский режиссер что-то снял, и мы думали, вы там пошли, говорит, там, помогли, там, походили, чай потаскали, и вот в новостях вышли. Нет, нет, я спросил не потому, я после этого говорю два юнита, я же технологии понял. Я вообще нормально отношусь на вопрос. Это тоже вопрос такой, знаешь, тоже, просто часто же такие заголовки, там, что-то там, кто бы там порвал Голливуд, там. А смотришь, он просто... Ну, он приехал, кто-то где-то снялся. Журнал какой-то порвал, где Голливуд написано, да, и все. Ну, как бы нормальная работа, надо порадоваться человеком, но не порвал Голливуд, да, то есть это же тоже такая ситуация. Да, 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 есть такое, есть такое. Да, ну, слушай, ну, интересно, а получается, вот они пять серий тебе дали, а когда ты, ну, начал снимать, уже были все 13 серий, или они еще писались в процессе? Мы писали в процессе, потому что... А, ты туда же, да? Да, потому что, ну, приходили сценарии, ну, и по-любому я участвовал в написании сценария, и адаптировалась, и менялась. То есть готово, 13 уже ждать не могли, чтобы 13 все написать, потому что все актеры с Узбекистана, они уже прошли верховую езду, фехтование, все-все-все прошли, у них еще турецкий язык был. То есть они месяца три, по-моему, там находились и проходили все эти, ну, тренировочный лагерь, так скажем, да, они вот проходили все это, и вот были готовы уже, просто они уже спрашивали, давайте уже выходить на съемки, мы уже готовы, давайте, давайте. А у нас там строились декорации тоже, да. И потом мы начали со степей, когда мы ушли в степь, где-то на дней 10-12 снимать, у нас сарай строился, и то есть... Ну, сарай дворец, да, ты имеешь в виду? Да, дворец, да, дворец, так и будем назвать. Сарай, он же еще подразумевается под другим этим, так что дворец, он строился у нас. И мы пока в степи отсняли, то есть наш режиссер планирования, он у художника-постановщика и у строителей всегда брал отчет, то есть какие комнаты сейчас строятся, да, приемные, там, спальни, и уже тогда писался вызывной уже, когда мы вернемся, что будем снимать там. И то есть мы уже 12 дней здесь отсняли, пришли и уже зашли, там, не знаю, зашли в приемы этого, султана, например, да, и там, например, два дня поснимали, а там уже построилась спальня. В спальню зашли, там построился коридор, в коридор зашли, и вот так вот поэтапно, поэтапно, шли-шли, строились, шли, строились, шли. Ну, нормально в целом, интересно. Как тебе я работаю с узбекскими актилами? Хорошо. Так же, как с нашими, потому что у нас одна школа. Ну да. Постсоветское пространство и одна школа. Задачи ставил на каком языке? На русском. А, на русском, да. Ну, на узбекском я понимаю, уже понимаю. Но, как говорится, как собака, ответить не могу больше. Понимаю. Узбекский больше похож на турецкий, чем казахский, да? Да, он чуть больше похож, да, согласен. И это то же самое, когда они быстро говорят, это узбекские актеры, я говорю, если помедленнее будете говорить, я говорю, я понимаю узбекский, уже скоро буду отвечать. Говорю, ну, мало осталось, несложный язык. Ну, очень хорошо поработали с ними, на русском общались. Иногда, ну, поначалу мозг сложно переключался. То есть, я где-то, например, думаю на казахском, и где-то думаю на казахском, прихожу на площадку, нужно сказать на русском, а здесь сказать на турецком. И такой, думаю, что так, подожди. И вначале вот такие вот торможения были, сложно было, переключаться сложно было. Иногда, например, я забывал там оператору-постановщику сказать, да, то, что мизансену объяснить. Тут пришел, там, объяснил всем, а ушел потом. Такой, а че, че? Такой, сорян, говорю, сейчас. И приходится на турецком общаться. У нас был один случай, вот сейчас этот, чуть-чуть отвлекусь. В Эстонии у нас был там один гость встречал нас, Миша. Вот, и такая история была, что он... Я говорю, в Эстонии разговаривают, но все разговаривают на русском. Ну, у всех такой вопрос дежурный, когда приезжали, где Балтику первый раз. И он говорит, ну да, все разговаривают на русском. Говорит, ты же видел, я сейчас с опшенисткой разговаривал на русском языке. А я говорю, Миша, я видел, что ты разговариваешь с опшенисткой, но ты разговаривал на эстонском языке. Просто ты уже даже Так быстро переключаешься Что даже не замечаешь Она с тобой понимала, а он думает, что на русском разговаривал На самом деле я прям смотрю, они разговаривают Они говорят на языке, вообще не понимают Они говорили на эстонском языке Это, конечно, такая Как люди могут переключаться И как кажется, на каком языке Потом у меня тоже Потом оно стало уже на автоматике Уже, как говорят, человек ко всем привыкает То же самое стало С точки зрения стори-теллинга Не могу тебя спросить, но ты же приехал И раздал долги То есть я не буду спросить Приехал ли ты золотым мешком денег Но долги Там все окей С этой частью Проблемы Конечно, потому что очень сложно было И некрасиво было Я до сих пор сейчас вспоминаю Случится же такое Ходишь, ходишь Ни о чем не думаешь И тут баум Думаешь Ужас Ну и потом Мне дали сценарий же После этого собрания Меня отпустили Какая большая пауза У нас Между собранием Меня отпустили Говорят, все, давай Работай Будешь месяц здесь В такой смысле Я постановщик и буду здесь Ну пока месяц побудешь Сценарий поработаешь А потом Я на неделю приехал У меня Тут вещей очень мало Ну месяц побудешь Там посмотрим Ну хорошо И ухожу Потом на следующий день Говорят, слушай Мы тут подумали Чем мы тебе билеты будем покупать Туда-обратно Давай мы тебе здесь вещи купим То есть меня Как ребенка за ручку Взяли В этот торговый центр И все Там вещи Ну холодно было Я просто Не из-за опасности Одежды И вообще Я не думал Что так случится И в общем Вот так вот Одежду купили И мы работали Адели И потом уже пошло Поехала Пандемия Карантин Везде все закрывается И нас тоже закрыли Я в отеле Просто жил То есть это еще Съемочный не начался Да Мы онлайн То есть Как мы можем Съемочный начать Когда по всему миру Все уже Карантин Все закрыто То есть И узбекские актеры Там закрыты У себя в отеле Я у себя в отеле Вот так мы сидели Писали сценарии иногда Там Что онлайн выходили Что как Зато время было Пописать сценарии Да И время Остаться самим собой Наедине В Турции И после Вот такого Кризиса Но не было У тебя опасений Что вообще-то И этот проект Может не дойти А я сейчас Не верю Ни во что Не не сейчас А тогда Тогда тоже То есть Не верил Не верю И так же останется Наверное Потому что это Как контрастный душ Реально Вот я например Сидел в кризисе На Достали Говорит Все ты постановщик Я такой А хорошо И тут на Пандемия Сиди здесь То есть Каждый раз Что-то меняется Каждый раз Что-то меняется Окей Пойдет Так пойдет Не пойдет Без проблем И дальше Мы вышли Из пандемии И начали снимать Начали снимать Снимали И закончили Но снимали С ограничениями Тоже какими-то У них как там было Там же у них тоже Я после Не могу соотнести Переходы Но у них было Там Классно Все уже Потом в какой-то момент Локдауны Опять были То есть Эти вещи Пришлись На съемочный период Пришлись Но продакшен В котором я сейчас работаю Боздах фильм Ден продюсер Мехмед Боздах У него прям Ну хороший авторитет В Турции И он прям Выбивал всем Разрешение На выезд И вся группа Выезжала Аккуратненько Работали Это по-моему Единственный продакшен Который работал Во время пандемии Но там было Все строго То есть Маски Заходишь Через Вот эти штучки Везде стоят Антисептики То есть Все было жестко Строго Я слышал Здесь В Казахстане Не было масок Там нехватка масок Маска Тысячи тенге А там прям Бесплатно раздавали Просто бесплатно Даже заходишь Ну допустим Скажем Магазин А-ля Магнум Там Ты без маски Пришел А там прям Коробками стоят Берите Берите Я думал Как так У нас там Борьба идет Из-за массы Просто люди Дерутся А здесь Просто Берите Берите Ну да Слушай Ну а Какой основной Вывод Что В чем разница Ну Масштаб Да Там В чем разница По людям Если брать Или там Понятно Есть какая-то Огромная В индустрии Да То есть В индустрии Ну как Индустрия У них есть Своя система Да Система Работы По которой Они привыкли Работать У них есть Своя этика И свое Воспитание К работе Ну то есть Я не скажу Что у нас Нету У нас есть Но оно Наше Да А у них свое Да Этим Этим Они отличаются А что у них Эффективнее Ну в смысле Можно перенять У них Что можно взять Отношение К работе Наверное Отношение Более скопулезное Или Допустим В одном Стамбуле 20 миллионов Населения Это город Там 20 миллионов Населения Больше чем В Казахстане Да Больше чем Во всем Казахстане Ну конкуренция Высокая Между людьми Там жестко То есть Допустим Если не ты За тобой 20 человек Стоят Которые могут Сделать Лучше чем Ты Да В 20 раз Лучше чем Ты И человек Понимает Что это ему Грозит И он будет Делать Все круто Стараться По крайней мере Сделать Все круто И хорошо У нас не так Да У нас как Ну Если у тебя Есть там Хорошая Агашка Да Ты вообще Круто Тебе Вообще Не надо Переживать Да Радуйся Что ты родился В Казахстане Живи Просто кайфую С такой низкой Конкуренции Конкуренции Никакой нет Все взял Все можешь Проекты себе забрать А вот если Технологические Какие-то Сценарные Технологии Планирование Что-то такое Интересное По технике Скажу Именно по технике Кинотехнике Они к технике Относятся Как техники То есть Машина Создана для того Чтобы ездить Да Не так Чтобы с нее Пылинки вытирать Да И выезжать Аккуратненько И показывать Какая крутая Закопал Вот так вот Камеру Давай Прыгай У нас Попробуй это сделать У нас там Сердце остановится У многих У многих Сердце остановится Прессу будет Да Ну это же Все равно Как-то от бедности Наверное Больше У нас Ну что камера У нас Ну Я так скажу Это все-таки Турция Это же Европа Все-таки Им легче Там там С Германией Что-то привезти И наверное Дешевле Я просто Не сравнивал Никогда То есть Не занимался Техникой Постановкой Техникой Не привозил Никогда И не знаю То есть Ну у них Вот отношение К технике Такое Техника Должна быть Техникой И оно должно Работать Вот выполнять Свою функцию И все Не более того У нас иногда Просто идет Даже допустим Сам знаешь Прекрасно Когда приходишь Например На переговоры С продюсером С кем-то Тебе дают Какой-то референс Допустим Хочу Бердман Ты говоришь Окей Без проблем Давай снимем Наверное Скорее всего Это одноплановая Съемка будет Давай тогда Это стедикам Нет Он дорогой Ну а как ты хочешь Бердман Там есть Своя техника То есть С помощью которого Можно это сделать А что-нибудь Подешевле есть Ты говоришь Допустим Хочу с этим Оператором А есть Оператор подешевле То есть Ты изначально Говоришь То вот Даешь референс И говоришь Вот это хочу Но чтобы это хотеть Нужно понимать Нужно Вложиться В нее Вложиться Либо Брифуи Чуть-чуть С меньшими ожиданиями Да Соотносятся с возможностями Это что же Получается Если так Вы его делаете Это какая-то компетенция Чтобы это понимать Между разрыв Между мало ли что-то Как это сделать Какие ты даешь Ресурсы Например Да Да Я например Не виню Наших продюсеров Потому что Это идет дальше То есть Это идет дальше Каналу Канал говорит Ой вы в прошлом году Снимали за эту сумму Снимайте в эту году За эту сумму А то что Бензин подорожал Все подорожало Не волнует Никого Абсолютно Ну то есть К сожалению Вот Мне часто спрашивают В чем А не в чем А типа А когда Как вы думаете Когда Казахстан Тоже начнет снимать Как Турция Казахстан давно умеет Снимать Как Турция Просто У нас цели разные Просто цели разные Кто-то хочет там Заработать Кто-то хочет Карман пополнить Кто-то хочет Кредит оплатить Но Показать одного Определенного героя Что он Кто он Как он Вот этой задачи Не у всех есть просто Если мы берем героя Думаем о нем И переживаем о нем И верим в этот проект Что он будет Хорошим И просто Работаем Именно на этот проект Есть задача Есть цель Прям направленная сюда Никаких побочных Вот так Вот так Вот так Шапочку где-то Остегнул Что-то где-то Оставил Это же все знают Что скрывать Есть проценты Есть это И в Любой индустрии Это есть Не только в нашей индустрии Потому что я уже Знаю Конкретных людей С которыми я разговаривал Которые не с нашей индустрией Тоже говорят Да у нас то же самое Ну так Извините Зачем тогда нас винить Что мы не умеем снимать Типа приходить Говорят А вы не умеете снимать А вы не умеете снимать Я вот тогда тоже Вот просто спрашивали Мол А что камера Имеет разницу что ли Типа мол Техника Говорю А зачем вы тогда Телефон меняете Да Зачем телефон меняете Ходите с Нокией Разницы же нету Это такой же телефон Аппарат Который можно звонить Там не знаю СМСки писать Зачем менять Потому что Ну я например Никогда не увлекаюсь Например Чтобы менять технику Каждый раз Там свою личную Телефоны Гаджеты Я никогда не увлекался Но Я кстати У меня инстаграм страницы Не было У меня в Турции Только она открылась Это из-за того Что я проиграл спор Я просто Придерживался того Что она у меня Никогда не будет То есть инстаграм страницы У меня не будет И вот Историю расскажу Чуть-чуть Отойду Сижу я снимаю И тут Сзади почувствовал Что приехал Митинг Юнэ Сидит Курит Говорит Два Я такой Че Два Такой Что Он говорит Два раза ошибется А мы перед плейбэком Актер там работает Я такой Один Такой спорим Угу То есть У нас уже сцена идет Мы снимаем И тут мы спорим Он говорит На желание Такой Угу На желание в общем Да Ага И тут он такой Тык Споткнулся один раз Такой Ага Сейчас дальше Чуть-чуть осталось Думаю Чуть-чуть Сейчас Давай 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 Дорогой Давай Давай Проходи Он такой Бам Второй раз Потыкается Думаю Ладно Вечером Скажу Хорошо И он Короче ушел У него потом Потому что Джаля Дмитрий Мы снимаем А там Есть Осман Он Такой Как Шоу Ран Уходит Разные проекты Он Экакуирует Да Он Как Художественный Руководитель Самая Крутая Профессия Да Мне тоже Она Нравится И вот Я проиграл Он мне сказал А он Во время Касымхана Он мне говорил Зачем ты не открываешь Инстаграм Я говорю Зачем мне Инстаграм Он говорит Он нужен Сейчас То есть Это вообще Нужная вещь Я говорю Ну В чем он нужен Ну это тебе надо Ты Ну человек уже Творческий Ты там в творчестве Я говорю А у этого Было У Пушкина У Абая Инстаграм Был До сих пор Люди Их помнят Независимо от того Сколько у них Подписчиков Они же остались В истории И все Я не говорю Что я стану таким Но просто Есть Ну и без этого Можно Остаться Важное Неважное Да И всегда я отмазывался И даже Как-то мне Сказав фильм Мы позвонили Сказали Открывай Инстаграм И выкладывай Короче Отчет Чтобы мы видели Что там происходит Я говорю Да-да-да Конечно И короче Не открыл И вот я проиграл И вот спор Проиграл И он мне Скоро говорит Все давай Открывай Инстаграм Попался Ну я же проиграл Я говорю Окей И мы прям вдвоем Сидели Открывали страницу Открыли Запустили А у меня тогда Был айфон шестой И я такой Смотрю У меня фотографии Такие страшные Страшные Я вижу Допустим Море Красивый Закат Снимаю И такое Страшное море Страшный закат Я думаю Зачем выкладывать это Потом думаю Ну вот Нужно все-таки Камеру менять Это мы приходим К тому Что технику меняем Я почему поменял Свой телефон Только из-за камеры Вот Сейчас все камеры Все больше и больше Пытаются приблизить Глазу человека Ну там сейчас уже 8К Не знаю Скоро выйдет 20-30 32К выйдет И то есть Мы наверное Уже скоро Будем трогать Уже там Персонаж И кто знает Что будет В будущем Но И вот Такие вот Вещи у нас Спрашивают В правительстве Даже А что Камера играет роль Что ли Снимаете Что у нас Там Как-то у меня Встреча была Я в 90-е Резко попал Там Такое Ну бывают же Такие алашки Которые застряли Там в 90-е Которые до сих пор Так двигаются Что там братишка Вот так вот позвал Меня вот так посадил Говорит Кино хочу Говорит Давай Я говорю Бюджет какой Да не парься Говорит У меня все есть В смысле Вообще Нет такого Говорит Кино хочу Да все Говорит Типа Весь Казахстан Мой Типа Что ты хочешь Деленваген Пожалуйста Вот это Ну чисто По бандитской теме Я понимаю Что Сема вообще Несерьезная Мы с ним Не поговорим Никак Я буду пытаться Объяснить Что типа Кадр Мадр Сценарий Нужно А ему наплевать Он говорит Будем снимать Мы готовы Банька есть Не знаю И самое Что удивило Ладно Я понимаю Что ему бесполезно Задавать вопросы Про бюджеты Про сценарий А на что Будем снимать В смысле У тебя что Камеры нету Ты же режиссер У меня камеры Нету Как вообще Режиссер Если у тебя Камеры нету Ну вот такой Режиссер Сидел Сидел Кайра Камера Короче у него Какая то есть Камера Которая Вот так Снимал Представляешь Он бы тебе Такую Олексу Выкатывает Он бы меня Заставил Снимать На эту Камеру Какая разница Снимай Давай Иди в сум Купи Я еще ему Должен бы Оказывается Потом я Как-то Говорю Давай Я говорю Я плохой режиссер Пожалуйста Я умею снимать Не смогу Не получится Беспонтовый фильм Я сниму Я давайте Я уйду Короче Ушел Слушай А ну вот Не могу не спросить В Узбекистане Прошел Этот Как он прошел Хорошо Прошел Я же ждал Ну лично Я ждал Не будем так Говорить Я ждал Своего проекта Лично Мои ожидания Были такие Что В Узбекистане Это считается Как первый Исторический сериал И не с чем Сравнить Мне в Узбекистане То есть Если были бы Работы Мы бы сравнивали То есть Как там снимали Что делали А в Турции Таких работ много Я вот Ждал Выхода в эфир В Турции Да И вот Первый у нас Выход Это было Пятое место Среди Топ-5 Среди Сто Сериалов Офигеть Вот Офигеть Ты красава Просто Да это Мы сделали Вообще В целом Все мы сделали Офигеть Я Ну Я честно говоря Ну у нас же не интервью Я же не журналист Я тоже не журналист Я в том плане Что да Наверное Я должен был знать Это Но блин Это круто Я не считаю Что все должны Об этом знать Я просто Я имею ввиду Что подготовиться К нашему подкасту Зачем Ну да Я считаю Что это Разговор Разговор Должен быть Офигеть И вот Я сам тоже Такой у меня Прям дрожь Прикольно А еще Мы же вышли В эфир Турки еще смотрели По идее Про Узбекистан Какая часть Получается С узбекскими актерами Не было Любимцев Типа Я люблю Вот того У нас Фишек Таких не было Чтоб На ком-то Выезжать Ну да Все равно Есть Мы когда Здесь делаем Все равно Там Такой-то актер Его люди любят Женщины любят Там не знал этого Мужики Неизвестные узбекские актеры Офигеть Слушай Это вообще достижение Нельзя говорить Неизвестные Они известные узбекские актеры Но в Турции неизвестные Они у себя известные Я не говорю Что они Потом Посмотрели Да это человек Чего он там Не сервис Для турецкой аудитории Да Вряд ли Они следят Прямо за Для турецкой аудитории Да Они были Я вот именно про это Неизвестные И сейчас Сейчас они уже известны Для турецкой аудитории То есть это Пятое место В рейтинге Да И тут все И все посмотрели На таком конкурентном рынке Это много И на таком телеканале Посмотрели И все Это круто Ну что будет продолжение Не будет Непонятно Понятно Понятно Да Второй сезон У нас сейчас Мы аккуратненько Сейчас переписываемся Отправляйте бумажки Что давайте Вот так вот Технично смотрим Ну это классно Да прикольно Ну а как Мы же Второй сезон Твоих Твоих приключений Тоже как бы Продолжается Да Продолжается Потому что ты так В принципе Если проанализировать То что ты рассказываешь Вот это Это же все Что нужно в сценарии Да грубого Да она до сих пор Продолжается Идет И вообще прикольно Ну не на что жаловаться Идет и идет Хорошо Будем работать Посмотрим Ну и хочется конечно Чтоб второй сезон Был еще лучше Потому что Мне лично Мне Сценарий первого сезона Не нравится Не нравится Да Потому что Так часто бывает Чуть я Тем более Один там был Чтобы сказать Там Своё мнение Это нужно Где-то Двадцать раз Сказать Привести Там Сорок фактов Чтобы Своё Сделать Это сложно То есть Тем более Когда То есть Ты снимаешь Тут пишется Сценарий Ты еще должен Его утвердить Там поговорить Где-то Завоевать Отвоевать Что-то сделать А здесь еще нужно Снимать То есть Это сложновато Было Мне прям Хотелось бы Чтобы В этом году Если второй сезон Мы начнем Чтобы мы Но сейчас у тебя Как бы Мощи же будет Побольше Будет Концеппруф Ну да Концеппруф Называется Да Все-таки Сработало То что Предлагали Сработало И наверное Я не наблюдаю Сейчас наверное Люди пишут Да какие моменты Были такие интересные И наверное Есть среди них Варианты Которые я Вот От себя Добавил От себя Как решение Примел И вот наверное Исходя от них Наверное Что-то будет Совсем по-другому Очень надеюсь Блин Классно Прямо Ну слушай Ну так если брать Но все-таки Узбеки-то свою задачу Хорошо сделали Да Да Вот я сейчас Вот этот на турецком Он может Во-первых на турецком Выйти где-нибудь На стриминге Например Условно говоря Да И по сути Задача Если говорить о том Что вот этот регион Какие-то Ну показать Продвинуть Регион В плане там Рассказать интересную Историческую историю Так оно Самое то Мне кажется По крайней мере Ну задача Которая За пределы Узбекистана Красавцы тоже Ну если бы Они бы Не приняли Этот сериал Так как они хотели Да Либо Хотя бы Приблизительно Тогда я думаю Второго сезона Не было бы Зачем Второй сезон Они бы сказали Не Мы попробовали Не получилось Все Что они так доверились В принципе Но тоже Такой вопрос Знаешь Там Тулки Там тоже Конечно Было Типа Зачем Наша история Ну как и у нас То же самое Нашу историю Мы должны снимать Сами Это мы Мы это сделаем Но Ребята Поймите Мы пробуем Каждый раз пробуем И не получается Не получается Не за того Что мы не умеем Не получается Много Из-за чего Опять-таки Из-за того Что задачи У нас Цели разные Поэтому не получается Да Ну это вот для меня Вот это очень Такая Из нашего разговора Про цели Конечно Как раз тема Для размышления Про то что Казалось бы Да Что одинаковые Вроде бы Нет Я здесь Часто замечал Что абсолютно Разно Даже например Находясь в группе Съемочной Ты понимаешь Что Этот департамент Вообще Где-то летает Там У своих Свои проблемы Есть У кого-то Там Не Я не говорю Что личное Да Вот то что Там Ребенок Семья Это важно Это всегда важно За этим Нужно Следить И это нормально Мы всегда Даем уступку Да Например У кого-то Что-то заболело Либо У кого-то Там Кто-то заболел Мы сразу Говорим Да Конечно Без проблем Но Именно В процессе Я Здесь Часто Замечал Что Люди Летают Где-то В облаках Много Так часто Бывало Такое Сделаем Сделаем Просит Жар Мол Это мне Только Нужно Либо Продюсеру Это нужно И сделаем Сделаем Параллельно Когда Заканчиваете А у меня Еще один Проект И он Параллельно Там Начинает Работать Там Вообще Совсем Другое Это Сложно Я понимаю Очень Сложно Взять Весь Департамент Сказать Ребята Поднять Дух Сказать Давайте Сделаем Этот Проект Этот Проект Вам Никто Сейчас Фанатеть От Кино Не Собирается К сожалению Ну Ты думаешь Вообще Лучше Какой Подход Например Такой Очень Старолог Ну Такой Очень Такой Крутой Профессионализм Когда Спокойно Вот Как бы Делаешь Четко Продуманно Или же Вот Вот Это То О чем Ты говоришь Вот это Ребята Давайте На Жир Я Здесь У меня Моим Учителем Является Айдун Сахаман Это Мой Друг Режиссер Мы вчера С ним Как Сообщались Я хотел Задать Вопрос С ним Тоже С ним Нужно Поговорить Да Посидеть Поговорить Это мой Учитель Я везде Говорю В академии Я учился Да Магистратура Но Извините Я Учился На платном Потому что Хотел поступить Меня Завалили Еще раз Говорю Завалили Я поступал Я поступил Меня просто Не взяли Потому что Не взяли Нет Можно уже Открыто Говорить В общем Такая репутация Что Много взяток Жургена И в общем Тогда мне Айдын помогал Говорил Давай Давай Будем делать Даже К экзаменам Вместе Готовились Он меня Прям Хорошо Готовил Первый сериал Мы с ним Тоже Вместе Сняли Тогда он Называется В два юнита Для Казахстана Для Казахстана Да Он в первом юните Был Я во втором Он доверился Он мне сказал Ты сможешь Ты сделаешь И он Всегда Говорил Я это Тоже Всегда повторяю К вопросу Возвращаюсь А как нужно С ребятами Все кто Сайдына Поработали На площадке Они Все рады Они говорят Блин Так классно С ним работать Потому что Реально Человек Такой Открытый С душой Такой человек Он не будет Там орать Кричать Там Давайте То есть Он всегда Говорил Есть Три Направления Это от сердца К сердцу То есть Мы просто Раскрываемся И просто Работаем Я люблю тебя Ты любишь меня Просто Эта любовь Должна Просто сделать Что-то новое От ума к уму Чисто Мы просто Будем Строго Размышлять И этими Размышлениями Приходить К выводу Какому-то И от кнута Это вот то Что просто Бить Материть Кричать Это третий Который Вот от кнута Это вот третий Да Но между ними Можно делать Микс Который Подойдет Не знаю Той или Иной площадке Не от режиссера Все это зависит Конечно Это Ну В каждом человеке Есть свое подсознание И восприятие мира И каждый человек Как воспримет Так и будет делать Да Невозможно же сказать Вот мы будем снимать Такой проект Верьте в него И делайте этот проект Да Можно говорить эти вещи Это для кого-то Будет глупо звучать Для кого-то Еще как-то А у кого-то Есть проблемы Похожи Слушай Ну круто Круто Я вчера Разговаривал С Айдыном В первый раз Мы познакомились У меня такая же История Как с тобой То есть я Периодически пишу Обращаюсь В основном Всегда заняты Обычно Вы там У Шалпана Работаете Да У Шалпана Часто у нас Одних и тех же С одними и тех же Людьми Наверное С хорошими людьми Поэтому Наверное Стараемся работать Вот И вот он Тоже Мы обсуждали Один проект И я подумал Что я вот Разговариваю с тобой До этого У нас Стояло Такое Какое-то Немножко Как сказать Отношение К сюжетам В которых есть Какие-то вещи Что-то вроде Измен И так далее Вот И вот Вчера Мы тоже Разговаривали С Айдином Он тоже Я ему Рассказывал Там Одну Концепцию И как-то Я почувствовал Что вот Ну Тоже Такое Немножко Отношение Такое Вот Зачем нам Это показывать Ну Что-то Такое Вот Неправильное Вот Я хотел Спросить Я тогда Еще думал Я вот Скоро С Нургисой Буду Разговаривать Думаю Спрошу У него Как раз На подкасте Ты считаешь Что Что все-таки Когда Мы что-то Делаем Что-то Снимаем Мы все-таки Чему-то Учим Или Вот Мы все-таки Что-то Продвигаем Или Ну Вот Моя точка Зрения Что мы Ну Этого Ну То есть Эта штука Переоценена То есть Мне кажется Что Мы что-то Показываем Вопрос Что Что-то У кого-то Продвинется Или Ну Как-то Это воздействует На человека Это Как бы Его личное Дело Скажем так Как ты Как ты относишься К этому Нет Я считаю Что Мы все-таки Воздействуем На зрителя Это лично Мое мнение Потому что Вот мы Например Когда снимали Вот Исторический сериал Мендер Менджеля Легенд Тогда мне сказали Давайте мы Не будем Показывать Бедность Вообще Не будем Показывать Вот Попрошай Которые по базару Ходят Такие кривые Косые А таких же было Да Ну Чтобы дать Атмосферу Нет Говорит Давайте Откажемся Мы хотим Красивый сериал Чтоб все было По красоте Все красиво Я говорю Хорошо Хорошая идея По идее Почему Нет Потому что Мы же Привыкли Там Век 14-12 Все какие-то Кривые Косые Вот так Вот ходят Ну А кто знает Ну там же Были Хотя бы Люди С мозгами Которые Мылись Не знаю Ходили Чистые Обрядные Почему Мы их Не показываем Мы всегда Потом Мне сразу Сказали Там у нас Был консультант По истории Ему 70 лет Бабахан Шериф Его зовут Он говорил Они же Оседлый образ жизни Вели Хорезм И он говорит У нас было все И все Из золота Из серебра Мы жили Очень богато То есть Мы Как покажем Так и зритель Воспримет То есть Допустим Мы показали То что Монголы Едят руками Ну это нормально То что там Мясо есть руками Они приходят Такие ложками Начинают кушать Эти Визирис Этого С харезма Они начинают Ложкой есть То есть там Тоже является Для зрителя Какой-то Подпиткой Если мы говорим О исторических вещах То это Подпитка того Что Мои предки Были такие Оказывается Воинственные Не знаю Еще какие-то Принимали решения Так Общались с женами Либо там Слабым полом Так А это значит У нас было Нужно все-таки Это продолжить Митинг Юнай Говорит Все Проекты Исторические Которые Мы снимаем Они должны Оставаться Как учебное Пособие Для наших детей То есть Не так Чтоб ты Прогуглил И прочитал А ты включил Посмотрел Увидел И такой А Окей Крутяк Слушай Это Знаешь После того Как я прочитал Что Викинги Сериал Оказывается Вообще Первый сезон Был заказан Историческим Каналом Я тогда понял Что реально Это все Теперь это Новые Исторические Книги По сути Для детей Которые будут читать И Там Та же Сейчас Корона Та же Английская По сути Как в этом сериале Расскажут Так и Люди будут Воспринимать Эту историю Проблемы Поэтому Это не обязательно Исторический Сериал Это даже Наши дни Сериал Все то Что мы Показываем Все то Что мы Например Хотим дать Зрителю Пусть смотрят Пусть не смотрят Пусть наблюдают Но В любом Случае Я считаю Что Каждый Режиссер В себе Должен чувствовать Ответственность Ответственность Того Что хотя бы Один человек Это увидит Хотя бы Один человек Увидит И Если ты Будешь Нагло Врать Либо считать Его Глупее себя И Пытаешься Обмануть Каким-то образом Ну Это неправильно То есть Совесть должна быть Надо делать Совестно И Вот Как я говорил Чувствовать Ответственность Я Хотел Задать Такой Последний Вопрос Но Вопрос Который Всегда У нас В обсуждениях И на подкасте И на канале И вообще В размышлениях Тоже С людьми С нашей индустрией Вот я выскажу Своё мнение Как я вижу Ситуацию Но то есть Всё-таки Турция И Южная Корея Это достаточно Большие Рынки В которых Если бы даже Они не выходили За пределы Своей страны Они могли Производить Продукт Что они Наверное На каком-то Этапе и делали И Условно говоря Этого рынка Хватало бы Чтобы минимально Всё равно Делать это Ну в принципе На нормальном Таком уровне Обеспечивать Внутренние потребности Но вот И так как они Делали этого много Как мне видится Высокой конкуренции Друг с другом То есть У них Как бы Вот эти проекты Вышли за пределы Их стран И они теперь Очень много Очень своеобразных Скажем так Проектов Именно присущи Каждой Вот этой стране У них У каждого Какой-то Свой рецепт А если брать Нашу страну Всё-таки В которой Ну там Основные Например сериалы Они субсидируются Государством Да И маленькими Деньгами Как бы кто ни говорил Общей суммой Всё-таки Есть расчёт на серию Что бы там Они делали Это всё равно Очень маленькие деньги Вот И мне так казалось Что это наверное Если у нас Что-то произойдёт То это ближе К модели Какой-нибудь Израиля Который Рынок у них Сильно не обеспечивает Деньгами Но они вот так Настроены Потом они делают Вроде на внутренний рынок Потом Как сказать Потом выходит На мировой Ну плюс-минус Конечно Это не потоково Как Южная Корея И Турция Но Как бы Какие-то единичные сериалы Достаточно крутые И форматы Они придумывают Ну в такой небольшой По численности В стране Что ты думаешь Что нам надо делать Ну я конечно Больше про сериалы Потому что я Про сериалы Или это больше вопрос Наверное Министерству Что нам делать Ага Ну смотри Бережбаш Разве мы уверены Что у них Будут какие-то Эффективные решения Потому что Насколько это всё-таки Про какие-то Нам Я считаю Что неважно Население Как ты сказал Да Это то что там В Турции Они сами могут Своим же населением Войти с помощью Рекламы В плюс А у нас же есть Крутая природа Которой Никого нету Ну У нас Можно сказать По всему Казахстану Есть весь мир Там Хочешь Новозеландию Хочешь Там Аризону Хочешь Там Каньоны Всё-всё-всё Есть И мы же можем Хотя бы Один раз Напречься И сделать Фильм Либо сериал Именно Вот В этих Объектах Очень Интересных Вот например Когда мы там Снимали Мы использовали CGI Да допустим Мы рисовали Того чего Нету А здесь рисовать Ничего не надо Там Всё готово Просто приходи Снимай Да я понимаю Это очень дорого Я понимаю Очень сложно Там не знаю Инфраструктуру Да в западном Казахстане Такие красивые места Снимать сложно Но Давайте один раз Постараемся Сделаем это Там даже про Марс Можно фильм снимать Ничего не делает То есть Можно Никаких Не используя Видеоэффектов Сделать про Марс Фильм И Когда есть Такая возможность Когда мы Её не используем И Говорить А что делать Мы же пытаемся Мы Не пытаемся Мы Да мы Снимаем Можно сказать Мы Даём Вот Условные есть вещи Которые Должны были Выполняться Государством На искусство Выделять столько Чтоб Снимались там сериалы Писались там Сценарии Ставились спектакли Это просто Выполняется И всё Выполняется И всё Ну и потом Образование Например Да И как например Недавно Вот я услышал Один Такой Взрослый Мужчина Хирург Врач Им тоже Например Выделяется Например Поездка За границу Обмен опытом Он уже хирург Ему там Не знаю В 60 Сколько-то лет Он Эту поездку Забирает Себе И едет Туда Как на отдых А когда Ходят Молодые Студенты Не знаю Интерны Кто-то Пришёл туда Которым Реально Нужна Информация Которую Они не могут Получить В интернете Которую Они должны Прийти Операция Это же такая Вещь Которую Ты должен Видеть Всё это Своими глазами Многие вещи Нужны Своими глазами Увидеть А эту Возможность Не дают А государство Говорит Вот мы Даем Эту возможность А там Внутренняя кухня По-своему Решает Да Вот Мы по отчётности Отправляем Слетал туда Такой Самый крутой Наш хирург А самому Крутому Хирургу Зачем Эта поездка Нужна Чтобы Просто Походить Сделать Фоточки В инстаграм И вернуться Сказать Вот Съездил Мне дали Сертификат Зачем тебе Этот сертификат Ты уже умеешь Много чего Делать Дай возможность Людям Которые Реально Хотят Тоже что-то Сделать Для своего Государства Что-то Пытаются Делать И сейчас Сам наверное Замечаешь Молодёжь Сами сейчас Двигаются И делают Много чего Интересного И много чего Крутого Я считаю Что в скором Времени И без Государства Помощи Государству Многие Покажут Что такое Казахстан Покажут Что такое Казахстанское Творчество Искусство Да и уже Показывают Что говорить Уже Показывают Да И они же не просили Ой дайте пожалуйста Ой я хочу Это сделать Они понимают Что это уже Бесполезно Да Что уже Невозможно То есть Терпеть Ждать Когда Это что Когда бумажки Подпишут Когда питчинг Пройдёт Когда что будет То есть Это всё Ожидание И Идея Она такая же вещь Кусь железа Пока горячо Она вот возникла Её нужно сделать И отдать Пока она актуальна Да Через там не знаю 20 лет сказать А что у тебя там было А это уже не актуально Извините Уже всё Не актуально Надо что-то новое А что-то новое Занимает время И сейчас молодое поколение То есть мы понимаем Что времени нету Нужно Двигаться вперёд Что-то делать Каждый раз И всё И все эти Всё делают Да Так что Я не буду говорить Что нужно делать Да Мы будем Лучше делать Каждый делает Своим делом Да И Я например Недавно в одном интервью Сказал что Моя площадка для всех наших Казахстанцев И вообще наших друзей Всех-всех открыта То есть Хотят приезжать Пусть приезжают Есть ребята Которых я даже не знаю Приходили ко мне на площадку Я говорю Приходите смотрите От того что я сам один Увижу это всё Я здесь ничего не поменяю Слушай Это классно Человек например 20-30 увидели У них хотя бы Что-то в голове осталось Они визуально Увидели это Потрогали Пощупали Поняли Что это такое Как это делается И они хоть пытаться Будут что-то здесь сделать Хотя бы Ну Близь к этому И это уже говорит О качестве Ну это же классный пример И даже твой пример Это сейчас же Даже Представить что там Лет Года Четыре назад Или пять Самому тебе же Такой же пример Что это возможно Это хорошо же Дает силу И как бы Ну ты Нургиса Такой же Чувак Который Вот здесь же Где-то Быстрее все ходили И это возможно Сделать там Тот же Сериал на турецком языке Пятое место В топе Турции Ну тебе бы рассказали Ну да Это как сказка Звучит по идее А вот первый раз Когда я с Митином Геннамим Познакомился Мы сидели Разговаривали Я увидел эту площадку Я настолько был Просто Шокирован То что Такие Ну не знаю Такой объем Такие возможности Там например Техника По свету скажу Например У нас во дворце Вся техника Просто висит Там Осветительные приборы Мы приходим Просто включатель Включаем И все Снимаем Нет такого Утром пришел Давай Поднимай Ставь Левее Правее Да Общий свет Он выстроен Полностью Получается Под ночь И день А этот Получается Рисующие Контровые Исходя От мизанцены Мы просто Меняем Это ну мелкие Вот эти вот вещи А в целом Все там готово Мы просто приходим Включаем И все Поехали Снимаем Все что Техническое Это как бы Все быстрее Чтобы оптимизировать Да Я вот это все Увидел Потом Я вот В первую очередь Что я сказал Мне тяну Можно У вас на площадке Буду Носильщиком Чая Я просто готов был Потому что мне Ну В 2017 году Мне дали кстати Статуэтку Тумар За лучший сериал Года И знаете Как мне его дали По ватсапу Отправили Просто фотографию И после этого В моей жизни Ничего не поменялось То есть Если я получу Например Лучший сериал Года в Турции Либо где-то Я просто буду сидеть У меня уже будут сидеть Здесь менеджеры И говорить Такой-то канал Предлагает вам Вот это Вот это вам Предлагает Вот это Ты должен меня Министром культуры Стать в Казахстане У нас же есть Такая тема Просто Я не жалуюсь Но просто Опять-таки Отношения Все понимают Отношения То есть У тебя никакой Мотивации нету Здесь быть Здесь работать Ну вот Вот ты пытался Из ничего сделать что-то И тебе сказали Вот ты получил сериал Года Там тоже бюджеты Были маленькие Но мы пытались Но мы сделали И сделали И в итоге сказали Вот я не скажу Что это гениальная работа Я бы мог еще лучше Ребята тоже могли бы еще лучше Так возможности Возможности не было Желаний и возможности И вот По окончанию По оконцовке Говорят Крутой сериал Вот берите Статуэтку И просто вот такую вот Кривую еще Вот такую вот Фотографию отправляют Она до сих пор тоже у меня есть Это просто память Это история Мой Допустим Карьерный путь Я буду показывать Вот эту вот фотографию Говорить В 2017 году Я взял вот такую вот Статуэтку Вот такую вот Кривую Да В 2018 году Вот крайний сериал Который я снял Его по-моему Насколько я не ошибаюсь По-моему Индонезия выкупила у себя Чтобы транслировать Среди 13 сериалов То есть Мы Вот достигаем Каких-то вот Маленьких-маленьких вершин Да И ставим какие-то Флажки свои И даже не замечают Ну что Я вот тоже Вот например С Турции вернулся Вот мы сделали Сделали И вот так вот случилось А ты там это Да Помогал да Режиссер Ходил да Там рядом Да Наблюдал да Говорю нет Я постановщик Да ладно Э Вот так Не верю Ну Вот я Казахстанский режиссер Да Нам же говорят Мы когда будем снимать Как турки Вот сняли В чем проблема Меня никто Особенно там Специально там В каком-то лагере Не держал И не учил меня Там В университете не учили Этому вот так вот Так вот надо делать Не было такого Мы просто Нашли общий язык И смогли Сработаться Вот вместе С узбекистанскими актерами С турецкими актерами И с турецкой группой И мы вместе Смогли сделать Продукт Который вот Можно показывать И на Нетфликс По-моему Ну да Поэтому Ну в этом проблем нет То есть Нам же говорят Ой наши не умеют Снимать Ой наши не умеют Все умеют снимать Все хорошо умеют снимать Просто дайте возможность Дайте хорошую возможность И главное Не меняйте цели И задачи свои Просто вот Изначально Не ставьте цели Купить там Квартиру Машину Там Сына в Лондоне Отучить Ну не на эти деньги Ребята Ну реально Найдете деньги Вы же во власти сидите По-любому Под ногами Эти деньги А мы ходим Клянчим К сожалению Клянчим Просим Пожалуйста Дайте Мои заработанные деньги Да Пожалуйста Дайте мои заработанные деньги Они никогда не вернутся Тебе же тебе Ты думаешь Когда-нибудь Дадут тебе эти деньги Не не дадут Но я просто думаю Что когда-нибудь Где-нибудь Кто-нибудь Услышит об этом И надеюсь Очень Найдут человека И привлекут К ответственности Что нельзя Использовать Труд человеческий И говорить ему До свидания Да Ну просто Это неправильно Даже Даже не знаю Заезжаешь на Автозаправочную станцию Кто-то тебе Лобовое стекло Протер У тебе уже неудобно Что он это сделал Без твоего ведома И ты По-любому Лезешь в карман О том Что он это сделал Да Это его маркетинг Это его хлеб Но он это сделал А тут тебя просят Ты делаешь И тебе говорят Все И сумма же не 100 тенге Которую ты даешь Этому чуваку Который протирает Лобовое Либо 200 тенге Вот Вот такой Хорошо Большое спасибо За разговоры Надеюсь У нас будет еще Много поводов Поговорить Потому что Эти успехи Они прямо Воодушевляют И реально Показывают Не только команда Не только Как бы Какие-то коллективы Компании Или что-то еще То есть Один человек Может Ну вот через такие качели Пройти Опять-таки Да И что-то Ну я уверен Что еще В будущем Еще будет что-то О чем Ты обязательно сможешь Рассказать Я тоже очень надеюсь Что в будущем В нашей стране Я думаю Будет Что Ты совершенно прав Это мы действительно Видим У нас просто В индивидуальных Как бы Видах спорта Скажем так Назовем Конечно Там легче Ну не легче Просто Прорываются Люди Ребята По одному Про это Я просто Видишь Я больше Как сказать Меня Переживаю За то Что Я бы очень хотел Делать классные проекты Здесь Нашими как бы Силами Мне бы тоже Очень хотелось А это коллективная штука Да То есть Артист может пробиться Певец Даже режиссер Кто-то Стендап комик Музыкант Они могут пробиться На другие рынки И все такое Но Проекты Невозможно Одному сделать Это должно быть Так чтобы Ну как сказать Это совместное творчество Я бы прямо Хотел Я себе Цель в жизни поставил Чтобы мы Здесь сделали так Чтобы Не то что там Какие-то Оскары брать Но чтобы Как бы Во всем мире Есть уровень такой Да Например И вот все знают Что вот здесь тоже делается Что-то Там да Ну плюс-минус Я не говорю там Всех позвать Там Это Топическое Это же творчество Там Чемпионат по боксу Да Я тоже надеюсь Что никто Так не говорит Но Мне бы хотелось Чтобы у всех людей Творческих Вот Тех Кто занимается Кино Музыкой Театром Чтобы была Хорошая Определенная цель Да Это очень сильно Хочется И все Тогда у нас Все будет хорошо Я тоже так думаю Так Это Был видеоблог Серийный продюсер Меня зовут Николай Пак Это наш четвертый Буги подкаст И у нас в гостях был Норгиса Аль Мурат Режиссер Постановщик Наш Казахстанский Режиссер Постановщик Который снимает Сейчас рейтинговый Сериал Продолжение Рейтингового сериала В Турции И я надеюсь Еще придет К нам На нашем канале Расскажет Что еще интересного Происходит в его жизни Потому что его жизнь Это уже тоже отдельный сериал Как я вижу Все Спасибо большое